Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова После расставания с красавчиком Алексом Смерфитом, Боня вновь выбрала ухажера моложе себя самой. В этот раз аж на 6 лет. Но станет ли герой ее инстаграм новым папой для малышки Анжелины, пока не ясно. Интрижки Анны Семенович, благодаря которым она получала то президентские люксы с годовой арендой, то дорогие украшения, обсуждали в шоу-бизе едва ли не весь прошедший год. Я думаю, это дело в самой Семенович. Ей нужно просто подпонять, подумать, кто ей конкретно нужен. Если она хочет всех сразу, то наверняка не получится. В итоге предложение руки и сердца звезда так и не дождалась. Хотя настроено было очень серьезно. Два года это достаточно для того, чтобы женщине сделать предложение. Либо мужчина определяется, либо не определяется с предложением. Вот поэтому вот эта такая фраза, она была заголовком в газете. Первая строчка, согласно вашим голосам, достается красавчику Даниле Козловскому и актрисе Ольге Зуевой. И несмотря на то, что вместе возлюбленные ни разу так и не появились, особенно близкие коллеги об этих отношениях были наслышаны. Это очень красивая пара. Я только рад за Данилу и за Олю, что они вместе. Причем уже так долго. Теперь на очереди номинация «Нам послышалось», в которой обсудим самые яркие слухи прошедшего 2017 года. На последнем месте загадочная свадьба Равшаны Курковой и ее коллеги по театру Станислава Румянцева. Напомним, слухи появились после того, как в Инстаграм-актрисы подписчики разглядели обручальное кольцо. Фото сразу было удалено и никаких дальнейших комментариев не последовало. Видимо, свадьба, если и была, то держать этот факт решили в секрете. И еще одна актерская чета окружила себя ореолом сплетен. После одного из первых совместных появлений на публике, Федора Бондарчука и Паулина Андреевой, пресса заговорила о беременности невесты режиссера. И даже подкрепила это фотографиями. Вообще мечтала, чтобы мифов желтого характера не существовало, но это невозможно, к сожалению. Но один факт точно является правдой. Любовь преобразила Федора Бондарчука. Конечно, любовь озарила его. После развода Кэти Тапури за виражами ее личной жизни не наблюдает только ленивый. Сначала журналисты перебирают фотокарточки из Таиланда, а потом переходят куда более конкретным примером. Кэти и Мина Галаров сняли клип вместе, потому что у парочки любовь. В нашей сфере сплетни иногда даже помогают продвигать трек или еще что-то. Лет уже прошло, что все убедились, что нас связывает только дружба, хотя есть те, которые до сих пор не верят. Но когда клип уже позади, Эмин продолжает инкогнито появляться на выступлениях Кэти даже за границей. Приходил Эмин. Да. Да? Я видела, да. А он просто тут живет, поэтому прошел, видимо, мимо. Но горячая грузинская красотка уверяет, многолетнее общение давно показало, что они с Эмином просто друзья. А вот Николай Басков сам своими же словами спровоцировал волну слухов. Золотой голос, который в этом году разменял пятый десяток, выложил в инстаграм-пост, где рассуждает о готовности уйти со сцены. Я сказал не об уходе, я сказал, что надо переосмыслить и немного отдохнуть. Я в 23 года состоялся как сразу же большой артист. И все это без остановки, без остановки. Я понял, что после 40 надо как-то более координировать по-другому свою творческую деятельность. На втором месте в рейтинге слухов беременность Насти Каменских. Начались разговоры после того, как дуэт Потап и Настя объявили о закрытии проекта. Эти слухи уже сольная певица НК опровергает сразу. Посмотрите на меня, какая я беременная, блин. Я снимаюсь в клипах, фотосессии на глянцевых журналах и видно же, что нет. Но все почему-то ищут все-таки, что я что-то на что-то намекаю. Самым интригующим, согласно вашим голосам слухам, стала новость о примирении Ольги Серебкиной с экс-коллегой по группе «Серебро» Леной Темниковой. После ухода из коллектива «Последней» между девушками пробежала черная кошка. Но в конце прошлой зимы все заговорили о примирении. В канун прощенного воскресенья Темникова заявила, что попросит прощения у бывшей подружки. Ну, если она чувствует, что она хочет за что-то извиниться, то, наверное, наверное... О таких дорогих и обсуждаемых звездных свадьбах. Меня зовут Артем Власт. Увидимся совсем скоро. Пока.